Субтитры делал DimaTorzok Помощник начальника филиала ПАС аварийно-спасательной службы Ставропольского края Сергей Мартыненко. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Купальный сезон уже вот-вот, как говорится, на носу. И все мы очень хотим знать, как же правильно устроить свой отдых и не получить обратный эффект от того, чтобы искупаться в водоеме. Ну, самое главное, я скажу, это распределять свой отдых только в тех местах, где это разрешено. Это самый безопасный и оптимальный вариант отдыха. И как спасатели встречают купальный сезон? То есть какие-то, может быть, специальные профилактические меры проводятся? Ну, у нас эти меры, они не заканчиваются круглый год. Но в преддверии купального сезона, перед тем, как последние звонки прозвенели, все это, мы проводили занятия в школах с детьми, потому что, ну, самый незащищенный контингент – это вот дети. И мы разъясняли, ездили по школам, не только в Ставрополь, во всех, и муниципальные службы все ездили. Рассказывали, как правильно себя вести, что делать нельзя, как сделать так, чтобы отдых, ну, не омрачать, и чтобы он был продуктивный. Поэтому у нас работа эта не заканчивается. Сейчас даже и летние лагеря начинаются, а мы тоже эту работу продолжаем. Ну, в основном это вот информационные такие, ну, познавательные какие-то занятия с детьми. А как должен быть оборудован пляж? Вот ваше учреждение, может быть, как-то специальные тоже инструкции разрабатывает. Все пляжи, вот те, которые разрешены, они, ну, методика единая по всей России. Есть такой приказ МЧС России 732-й. Это вот как раз говорит о том, что должно быть на пляже, как он должен быть оборудован, какие законы туда входят, там и водный кодекс, и санитарно-эпидемиологические, вот эти все. Ну, сказать, все нормы, которые должен организатор или администрация, или частник, те, кто открывают пляж, у всех единые нормы, и все должны соблюдать их. А из каких источников, вот телезрители наши могут узнать, хотят искупаться, приходят, видят водоем. Как понять, что водоем готов к использованию, что можно купаться самому, или там семья с детьми? Каким образом это понять, или как, где посмотреть эту информацию, или к кому обратиться? Ну, сейчас я вам скажу, что, ну, пока этой информации еще нет, потому что, ну, процесс еще продолжается. Ну, а самое главное, что если нигде не увидишь, вот пришел на водоем, если видишь, что там есть спасатели, что там вышки, что там, ну, медпункт есть, значит, это место разрешено, значит, там купаться безопасно. То есть определенным сигналом для каждого, кто хочет отдохнуть, является наличие как раз представителя спасательной службы, правильно? Да, да, тут безусловно только так, ну, нигде, может быть, где-то будет сказано, какие, но не каждый запомнит, а вот придешь и наглядно видишь, что спасатели на месте, все выставлены бойки, определенные зоны купания, значит, этот пляж пригоден для отдыха. И знаем, что аварийно-спасательная служба Ставропольского края не раз отмечает, и в своих пабликах, да, и вы в своих интервью отмечали, что есть, конечно, опасные места для купания. Вот какие места лучше не использовать и все-таки прислушаться к тому, чтобы свой отдых организовать рационально? Ну, у нас в крае больше двух тысяч водоемов, речек. Ну, самое безопасное, опасное, это то, что люди выезжают на те места, которые неразрешены, где это, ну, речки, в основном это течение, это, ну, взять Кубань, Зеленчук, ну, и, в принципе, технические водоемы выбирают все, что поблизости, где не проведен осмотр, не организован дежурство спасателей. А как вы отслеживаете? Да, как вы отслеживаете? То есть, вот включился такая стоимость? Да, у нас есть потенциально опасные объекты, где, ну, уже с годами мы примерно по статистике, в каком муниципальном там округе, где чаще всего это проходит, и мы уже перед, ну, даже сказать не перед Купальным, а вот весь май спасатели выезжают на вот эти незнакомые водоемы, мы все смотрим у каждого в закрепленной зоне, есть свои водоемы, мы их просматриваем. Есть те водоемы, которые, допустим, представляли опасность, сейчас они без воды спущены. Мы отмечаем, что да, вот этого водоема нет. Ну, таких очень мало, поэтому... То есть, у нас большинство мест в крае – это те места, которые оборудованы для купания, и можно не бояться. Но ведь есть у нас, конечно, жители, которые не только любят купаться, но и заниматься рыбалкой. Очень многие выходят на суднах, да, небольших, на лодках, на дувных лодках. Вот скажите, пожалуйста, таким людям, которые тоже любят активный отдых, как им вести в этой ситуации себя? И все-таки, наверное, нужно обращать внимание, в первую очередь, на аварийно-спасательную службу, находящуюся на берегу, да, и несанкционированными. Да, мы самое главное объясняем и рассказываем, что пусть это рыбак, пусть это ребенок, там, ну, кто отдых на водоеме, ну, купается или рыбачит. Самое главное – это следовать инструкции безопасности, да. Если это рыбак, он должен, выходя на лодке, он должен быть в жилете, у него должны быть специальные приспособления в лодке, там, ну, чуть ли не черпак, рук и все остальное. Потому что это тоже определено, что должно находиться в маломерном судне. Поэтому мы всегда, ну, часто с рыбаками происходит так, что они долгое время на жаре рыбачат, не заходят в воду, потом там зацепился поплавок, крючок, он заходит в воду, и вот этот перепад температуры, спазм сосудов, ну, человек теряет сознание, и происходят вот такие трагические. И вот мы и с рыбаками работаем круглый год. Есть же зимняя рыбалка, да? Да. Мы просматриваем вот все варианты на воде, все, что может произойти, это пусть это рыбак, пусть это просто отдыхающий или просто зевака, который, там, померить лед. Вот все эти ситуации, мы их прорабатываем и, ну, у себя, конечно, отмечаем, чтобы не упустить. А сколько человек были спасены, благодаря вашей службе и вашим коллегам, вот за, ну, может быть, за 23-й год какая-то статистика? Ну, у нас там, мы же не только на воде, мы и... В целом, в целом? Ну, в целом, там, больше тысячи человек, вот, по всему краю. Это, ну, только то, что мы, а еще же есть муниципальные, федеральные службы. Ну, я скажу, там, как бы за 10 тысяч прям... Ну, самое главное, что у нас в крае эта статистика должна снижаться, да? Я думаю, что ваша служба как раз и направлена на то, чтобы благодаря тем профилактическим мерам и тем мероприятиям, которые вы проводите, все-таки жители понимали всю ответственность за происходящее. Естественно, небеспечно относились к своему отдыху, будь то летняя рыбалка, или это зимняя рыбалка, или это какое-то, как говорится, просто плавание в водоеме. То есть нужно очень ответственно подходить к этому моменту. А как вообще, скажите, вот, если случился несчастный случай? Тебе зрители наши интересуются, вот, видишь, что человек почти тонет, да, или он уже там сложной ситуацией. Как правильно себя вести, не создавать панику, может быть, какая-то краткая инструкция для того, чтобы в преддверии купального сезона все-таки грамотно оказать первую помощь? Ну, не хотелось бы, чтобы такие случаи были, чтобы никто, ну, никому не пришлось. Ну, вы же понимаете, что это морально, сразу человек видит вот эту ситуацию, у него, ну, кто морально не подготовлен, у него начинается паника. А, в принципе, все начинается от того, что человек тонет, если ты не можешь подплыть к нему, там, ему, там, подать что-то, спасти. В первую очередь надо, ну, 112 или кому-то, кто поблизости, там, есть, ну, надо сообщить. А если никого нет, если это какая-то такая вот ситуация, где никого нет, как вот первую помощь? Ну, самое главное, это вот, ну, и спасатели, и всем, там, и матросам-спасателям объясняем, те, которые на водоемах работают, мы объясняем методику спасения, да. Человеку нельзя, тот, который тонет, к нему нельзя подходить, ну, вперед, надо заплывать сзади и, ну, подходить сзади, чтобы можно было охватить. Потому что человек, который тонет, и тот, который спасает, вот тот, который тонет, для него, человек, который его спасает, не представляет, что он, его идет спасать. Он, его отключается мозг, все, он, ему надо, чтобы какая-то точка опоры, чтобы ему вдохнуть воздуха. Поэтому он начинает цепко хвататься, начинает его тоже топить, а этому человеку пришлось там плыть, еще что-то. Ну, и поэтому самое главное, заходить сзади и уже вытаскивать так, чтобы человек не смог его схватить. Вот, ну, если человек наглотался, то там проводятся действия по реанимации, там, сердечно-легочная, ну, смотря какие, что произошло, может быть, просто там, ну, пульс есть, он, нет, надо скорую. Но, однозначно, если проводите сердечно-легочную реанимацию, то, если человек, все, отходит, все, обязательно надо тоже в скорую, потому что он может пойти, а через сутки, там, ну, вода попала в легкие, вот эти все... То есть нужна профессиональная все равно помощь. Все должно быть так, что даже человек, если ему сейчас помощь не нужна, то он однозначно должен обратиться в медпункт. Ну, и, ну, самое опасное, и, в принципе, как это все и происходит, что тот, который тонет, не всегда тонет, а вот тот, который его идет спасать, он уходит под воду, ну, и получается так, что вот пошел спасать и утонул. Поэтому здесь самое главное – подходить сзади, чтобы он не смог обхватить, прижать к себе, чтобы, ну, не обездвиживался, он схватил все, ни руками, ни ногами не можешь, у него точка опоры, он за вас схватился, вдохнул, чуть переосмыслил, у него сразу адреналин, он вдохнул и все, и он потом поплыл, а тот, который пришел спасать, остается под водой. Сейчас очень много еще новых активных видов спорта, это и сапсерфинг, и другие, да, мы знаем, что всегда люди пытаются активно устроить свой отдых. Вот тоже такие рекомендации, я думаю, которые вы сказали в части того, что нужно использовать спасательный жилет. Ну, это все виды спорта, там самое главное, что может произойти, это травматизм, да, куда-то упал, ударился, там, даже об воду ударился и получил травму, там, или упал, ударился об этот же серфинг, там, на чем-то, на доске, или сабы вот эти, которые сейчас… Ударился под бородком, сознание потерял, да, понятно, все цепляют ключ к ноге, там, или, ну, специальное приспособление, чтобы, если ты упал, чтобы он не уплыл от тебя, потому что все понимают, что это финансовые затраты, да, ну, что если сейчас вот он потеряет его, а он его купил, а это же вот дорого стоит. Никто не думает, что жизнь бесценна, поэтому, в первую очередь, выходя на вот такой вид, надо одевать жилет, и он спасет жизнь, ну, как бы, это деревяшка, так называемая, да, она, ну, не стоит жизнь. Это система безопасности, конечно, то есть лучше все-таки прислушаться к правильной позиции и прислушаться к спасателям, которые точно знают, как избежать непредвиденных ситуаций. Расскажите за вашу практику, за последнее время, вот, аварийно-спасательная служба Ставропольского края, какие самые такие вот примеры, наверное, которые можно отметить, благодаря вам, вот, спасение жизни людей, и сегодня мы понимаем, что не только купальный сезон, конечно, да, вы работаете 24 на 7. Вот что случилось за последнее время у нас в крае, и как вы, возможно, предотвратили, удалось вообще, да, предотвратить какую-то большую беду, вот, можно какие-то такие примеры? Ну, вы, вот, может быть, недавно, это из недавних случаев, может быть, читали, там, наши в пабликах, там, есть, где на реке Кубань, где дети, там, катались, там, на этих, ну, на ветку привязали, там, палку, и катались, и один сорвался, и его течение понесло. Ну, и хорошо, он там зацепился за коряжник, и пока спасателей, ну, вызвали, а мы там рядом находимся, в принципе, и экстренно, ну, и помогли, вытащили, ну, и ребенок остался жив. А так вот, ну, мне вот эти такие моменты непонятно, мы даже ездим эти канатки, срезаем, ну, если знаем какое-то место, там, убираем, там, с администрации, вот эти рейды устраиваем, чтобы, ну, предотвратить. И поэтому, ну, вот такой случай, там же, на той же Кубани, решили, там, на машине вброд переехать, тоже снесло, тоже, там, ну, двоих спасали на лодке, там. То есть люди сами себя подвергают, они хотят экстрима, но, к сожалению, этот экстрим, он потом обходится им не так, как они это видят изначально, да? А скажите, вот вообще, вот ваша организация, да, ведет работу и с молодежью, вы сказали в начале нашего интервью, что вы проводите профилактическую работу, работаете и с высшими учебными заведениями, и колледжами, и школами, да, и детскими садами. Скажите, как важно для каждого понимать, что такое спасатель, да, что такое вообще спасение человека, и это действительно такое призвание. Вот вы, как спасатель, я вижу, у вас есть и награды, вот скажите, пожалуйста, как стать настоящим спасателем, таким примером, потому что, действительно, это пример мужества, героизма, вы подвергаете риску, жизнь свою, каждый день, и я думаю, что это должно быть как-то внутри. Вот какими качествами должен обладать спасатель, и что вы можете посоветовать тем, кто действительно хочет пойти по вашему примеру? Ну, я скажу, это должно быть призвание, я служил в армии, после армии пришел, работал водолазом сейчас, да, тоже продолжаю так же работать и спасателем. Ну, здесь сказать, что человек должен быть морально готов, потому что разные случаи, их не бывает, это не сидеть просто в кабинете, а, ну, обыденно, да, в 9 пришел, там в 6 ушел. Нет, там разные случаи, хоть это на воде, хоть это ДТП или пожар, вот он вроде бы теоретически одинаковый, но не бывает такого, чтобы вот один был точь-точь похож на другой. Вот за счет того, что человек морально готов, он готов к любой ситуации, но у нас и у спасателей профилактика и подготовка тоже происходит. Почему? Потому что мы смотрим и мы морально настраиваем на то, что должна быть безопасность и своя, вот она должна быть на высоком уровне, что ты должен, если ты себя безопасил, значит, ты того человека, которого ты идешь спасать в любой ситуации, какой бы ни было, то ты обязательно его спасешь. Поэтому, ну, и настраиваем, мы смотрим, мы отрабатываем, у нас учения, тренировки, это все тоже круглый год, поэтому, ну, не бывает так, что сидят на базе, никуда не ездят, потом раз и поехали. Нет, мы все случаи отрабатываем, но они не бывают одинаковыми, вот мы тоже ищем там, ну, допустим, водолазы выезжают и спасатели на лодках, мы тоже выезжаем и на горные реки и там отрабатываем, водолазы выезжают на незнакомый водоем, чтобы они знали, что, ну, если на Комсомольском бруду мы все знаем, какое там дно, что там, а есть такие, где там коряги, где там ил по пояс. И вот в каждой ситуации каждый прорабатывает, поэтому, ну, подготовка вот идет, и за счет этой подготовки время спасателей увеличивается в работе, и они к этому привыкают, и уже когда выходят, они, каждый понимает, что если не они, то кто еще. И вот за счет этого повышается профессионализм и... А часто жители обращаются, да, вот, может быть, в муниципальных образованиях, может быть, к вам с какими-то предложениями, понятно, что можно позвонить службу 112, да, и сказать, вот, у меня такая-то проблема, а может быть, какие-то предложения по улучшению или как-то, какую-то помощь пассивную, может быть, они вам оказывают, или все-таки это вот такая чрезвычайная ситуация, которую вы решаете? Да нет, ну, звонить не звонят, а вот если куда-то приезжаешь какие-то, ну, на какие-то работы, то, да, там, ну, очень много людей, которым это все не безразлично, они предлагают их помощь, если это поиски, там, подключаются. Да, он же есть спасательные отряды, да, поисково-спасательные отряды по поиску людей. Да, и не только, и жители, и потом, если работаешь где-то там, ландшафтный пожар, еще что-то, люди воду подвозят, там, даже, ну, просто, там, попить, там, ну, кто-то там, а, надышался, наверное, ты, ну, это, давай, молоко, там, вот, ну, все, вот, и люди, конечно, они, ну, это, знаете, как, беда, она сплощает всех, вот, и получается так, что, ну, люди объединяются, и, ну, кто, кто чем может помочь, допустим, бабушка, дедушка, они не пойдут пешком, там, ну, помогать, ну, зато они, вот, могут помочь, там, воды привезли, там, еще что-то, вот, такие. Хотя, ну, мы всегда выезжаем, у нас всегда подготовлено, у нас все это, в принципе, есть, но когда ты видишь, что людям не безразлично, это еще дух поднимает, и идешь, и идешь. То есть, это мотивирует, еще нам больше моральный дух поднимает для того, чтобы спасать людей дальше. Скажите, пожалуйста, как бы вы посоветовали нашему подрастающему поколению вести себя, вот, в случае, когда они видят, что человек оказывается в беде, мы видим уже очень много примеров есть и в нашем крае, в том числе, да, детей, которые самоотверженно, да, и героически поступают, в случае, когда происходит какая-то непредвиденная ситуация, да, будь то спасение на воде, будь то поиски, да, потерявшихся людей. Вот какие, может быть, нужно принимать меры, да, и как вот себя вести, то есть, как, получается, сформировать в себе вот эту позицию помощника, позицию спасателя. То есть, может быть, есть какая-то инструкция, может, книга есть какая-то, может, к вам надо прийти в организацию и проинструктироваться. Я вам скажу, это вот такие дети, я всегда ими восхищаюсь, это, во-первых, воспитание родителей, вот, они с первых шагов, они объясняют, как это все делать. У ребенка страх все равно, ну, притупляется, отсутствует, вот, он, а если его, ну, научили, что надо, ты должен однозначно помогать, ты его должен, там, видишь бабушку, она на пешеходном переходе, ты должен взять за руку бабушке помочь, там, перейти, это, вот, это все складывается с воспитания родителей. Если это у родителей заложено, то они передают своему ребенку. За счет этого нету никаких инструкций, мы не объясняем. Да, все идет из семьи, да, из семьи, из поколения в поколение, но все идет, и это вырабатывается. Ну, были такие случаи, ну, конечно, трагичные, когда, там, утонули дети, и вот один мог спастись, он, вот, он до последнего искал другого, потому что ему прививали, и он это знает, и даже, там, ну, такой момент, что он иначе, и родственники, они знали, что он может, он этот, но он не поступит по-другому, и вот за счет этого, поэтому тут инструкции никакие, приходите, вот, говорим за профилактику, мы сейчас в детские сады приходим, мы же не просто им объясняем по инструкции, мы им приносим оборудование, мы им показываем, мы там где-то пошипели с баллоном, мы там где-то одели костюмы, мы, ну, показали... То есть на примере, да, в игровой форме показываем, да, и мы показываем, ну, у них там, допустим, какие-нибудь игры, какие-нибудь там ролики, все же сейчас все равно мультики все это смотрят, и мы за счет этого, мы им показываем, мы говорим, что дети, вот это нельзя, вот это нельзя, и происходят такие моменты, что, ну, встречаешь, потом, ну, идешь просто гражданский, все, идешь, и говоришь, а вот нам спасатели говорили, там кто-то переходит на красный, а стоит ребенок и говорит, а вот нам спасатели говорили, что вот так делать нельзя, все, раз, мама сразу, оп, а где, да, в садик нам приходили, ну, и все, и вот рассказывают дети, и они понимают, и когда стоишь рядом, смотришь и думаешь, ну, хоть какой-то результат есть, ну, через детей доносишь, и они уже и взрослым, уже этот взрослый, ребенок его послушал, сейчас начнет переходить, взрослый уже никогда на красный не пойдет, потому что уже ребенок сказал, что, ну, кто-то другой... Устами младенца, как говорится, да? Да, да, и поэтому вот, ну, здесь вот, ну, сразу понимаешь, что какая-то информация доносится. Значит, профилактика, которую вы проводите, она эффективна, если это действительно... Да, мы даже и видим, мы сейчас, ну, по статистике, там, с 23-м, с 24-м уже ведем, каждый год, там, с января у нас начинается год, и мы все это ведем, значительно уменьшились трагические случаи, и, ну, мы понимаем, что это не только наше пасыско, это и проводится, и муниципальных, и администрации, все работают, и образование министерства, все работают, все заставляют где-то включать свои планы, что занятия должны проводиться, там, пожарными, спасателями, все вот эти комнаты, они должны проходить. И вот за счет того, что планы включает, и мы проводим, ну, вот, мы сейчас получаем результат такой, что статистика уменьшилась, и это, ну, конечно, хорошо. Это самое главное, что статистика уменьшилась, конечно, и несчастных случаев, и таких случаев с летальным исходом становится меньше. Знаем еще, что у вас не только люди, да, трудятся в вашей службе, но есть еще и братья наши меньшие. Вот, если можно кратко, сколько их, и как они спасают жизни людей? Ну, у нас сейчас одна, вот, как раз... Одна? Да. Собачка такая, как бы, ну, уже работает давно, сейчас уже буквально сегодня аттестацию проходила, ну, чтобы на дальнейшем. Ну, работай вот по поиску, по этим всем, ну, таким моментам, он даже и на воде у нас, мы показываем, как можно там, если вдруг собака подплыла, если далеко там, она, собака разворачивается, хвост, да, за хвост берешь, она понимает, что вот человек, это тоже подготовка. Ну, у них так же, как у нас, ведется подготовка и горная, и поисковая, и на воде, все вот эти аварийно-спасательные работы, так же и она проходит. Ваша служба, она, по сути своей, уникальная. У вас не только люди, но и братья наши меньше, и так же тот, как говорится, тот комплекс, который вы проводите, действительно имеет результат. Не только просто у жителей, которые, да, знают, что такое аварийно-спасательная служба, но, если вы говорите, уже и маленькое поколение, да, действительно дает пример взрослому, как нужно себя правильно вести и предотвращать такие ситуации. Да, ну вот. Я благодарю вас за такой замечательный разговор, я думаю, что он будет очень продуктивный в начале купального сезона. Хотелось бы, вот мы на это настроим. Чтобы работы у вас было меньше, конечно, такой по спасению, конечно, хочется, чтобы больше людей все-таки прислушивались и инструкции соблюдали, да, и не допускали никаких сложных ситуаций, как на воде, на земле и, может, даже и в воздухе. Дорогие зрители, у нас в гостях был помощник начальника филиала ПАС Аварийно-спасательная служба Ставропольского края Мартыненко Сергей Иванович. Вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире и, как всегда, оставайтесь на своем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова